Айнард Фяйн, жители Империи, с вами Нильгардец. На днях разработчики нашей любимой космической стратегии Stellaris ошарашили все сообщество фанатов неожиданной новостью. Оказывается, пока мы с вами просвещали примитивов и рвали оковы ненавистных корпораций, пароходы работали над еще одним дополнением — Galactic Paragons, которое сделает то, чего мы все так долго ждали — изменит систему персонажей в игре. Оно и понятно, ведь как ни крути цивилизация, да и вся галактика держится на великих светилах, которые выделяются из толпы. Сегодня вы узнаете, как хитрые правители, безжалостные военачальники, набожные пророки, смелые исследователи и передовые ученые будут менять облик всей галактики. А чтобы всегда быть в курсе всех изменений в ваших любимых стратегиях от пароходов, я приглашаю вас в группу Paradox Interactive, где оперативно выкладываются дневники разработчиков, билды фракций, новости и просто смешные мемы по всем играм, начиная от Stellaris и заканчивая Victoria 3. И не забудь поддержать это видео лайком и комментарием, а также подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Начнем с того, что новое дополнение прокачает нам механику лидеров, что приблизит Stellaris к жанру RPG, точнее сказать Crusader Kings 3. Теперь каждый лидер получит свой интерфейс, где указывается их прошлое, как они оказались на текущем месте, родной мир, предыдущую должность и даже их принципы. Ну а чтобы подчеркнуть важность лидеров, их количество решили сократить. В частности, теперь ученых-исследователей не будет. Их сменит ведущий исследователь. Остальные же лидеры вроде губернаторов, адмиралов и генералов сохранились, и к ним еще добавится ряд должностей. Самые важные и прокаченные герои вашей империи будут заседать в Государственном Совете, ну прямо как в третьих крестоносцах. К тому же, каждая позиция даст уникальный бонус, зависящий от уровня навыков назначенного лидера. Например, ведущий исследователь дает плюс 2 процента скоростью исследования за каждый уровень. При этом, меняя советников, вы сможете получить разные бонусы, ибо все персонажи будут обладать своими чертами, которые и будут генерировать эти самые бонусы. Поэтому вам все время придется перемешивать и расширять совет, что станет отдельным испытанием, ибо в начале игры вам будет доступно всего три места для правителя, ведущего исследователя и министра обороны. По ходу игры вы сможете открыть еще три позиции. Доступные позиции напрямую зависят от гражданских моделей. Например, гражданская модель «Идеологические основы» открывает позицию трибуна правозащитника, который на полтора процента уменьшает потребление услуг населением по всей империи. Кстати, в стиме на странице дополнения написано, что DLS даст нам 8 новых гражданских моделей, которые бафнут лидеров, дав им, например, цифровое бессмертие или оптимизированные выборы. в совет. Так вот, всего игрокам будет доступно 95 уникальных позиций в совете, которые будут соответствовать разным видам государств. И каждая позиция даст уникальные бонусы в зависимости от формы правления. Например, чем сильнее становится правитель империи, тем больше влияние будет производиться. Таким образом, мы наконец-то сможем начать генерировать большое количество влияния. Раньше это можно было делать за счет государственной модели и строения на планетах вассалов. Теперь нам помогут лидеры, чему я очень рад, ибо жадным корпорациям нужно много влияния, чтобы застроить своими филиалами всю галактику. Я люблю деньги! С другой стороны, ваши советники будут работать над программами развития империи, которые дают очень сильные бонусы. Например, программа военного строительства во время разработки будет давать минус 5 процентов к стоимости строительства кораблей, стоимости их содержания и усталости от войны. А после принятия программный бонус увеличивается до минус 20 процентов. Таким образом, видна механика работы проектов. Есть этап разработки программы, где мы уже получаем небольшие бусты, а после ее принятия мы будем получать огромный буст на протяжении 10 лет. При этом, разработчики отмечают, что чем больше будет у вас советников и чем выше уровень их навыков, тем быстрее будет приниматься программа. Однако, в крупных государствах программы будут выполняться чуть медленнее, наверное, из-за раздутого административного лимита. Более того, в новом дополнении появится традиция, пригодность, которая будет развивать ваших лидеров, и она будет работать как программа развития империи. Если вы просто начнете исследовать эту традицию, то будете получать минус 25 процентов к содержанию лидеров. А если вы откроете все поля традиции, то получите одну дополнительную черту при найме нового лидера и один дополнительный перк восхождения. Также, каждое дерево традиции откроет новую программу, связанную с этой самой традицией. Отдельно нужно отметить, что не только индивидуалистические мешки с мясом смогут заседать в советах. Органы управления получат и империи с гештальт со знанием, которые смогут не только собирать идеального правителя на заводе, но и вставить его в один из пяти узлов сознания общего разума, сделав его тем самым бессмертным владыкой. Абаба. Теперь стоит поговорить о том, как переработали самих лидеров. Прежде всего, максимальный уровень всех лидеров теперь может дойти до десятки. Каждые два уровня они будут получать новую черту. Всего пять. Причем, при найме лидера вы сможете выбрать его первую черту, что очень круто, ибо раньше лидеры нанимались уже имеющимися чертами, которые чаще всего нам были не нужны. Теперь мы с первых секунд жизни лидера сможем максимально повысить его эффективность. Так вот, каждая черта будет выбираться из списка, и у каждой черты, в том числе негативной, будет два уровня. И, кстати, о негативных чертах. У каждого лидера есть случайный потенциал отрицательных черт. Чем он выше, тем больше вероятность того, что вы получите отрицательную черту. Но может повезти, и тогда вам попадется пай-мальчик с нулевым потенциалом отрицательных черт. Но может попасться и дегенерат, который, будучи наркоманом и мафиози, будет воровать планетарные ресурсы, чтобы открыть у себя в подвале казино с блэкджеком и девушками с пониженной социальной ответственностью. Когда же лидер дослужится до четвертого уровня, то он получит статус ветерана и доступ к ветеранским чертам. Ветеранские черты, в отличие от обычных, можно раскачать аж до третьего уровня. Но и это еще не все. Если лидер дожил до восьмого уровня, то там он может выбрать судьбоносную черту, которая позволит ему осознать свое место в галактике. Всего в игру добавят более семисот различных черт трех категорий. Обычные, ветеранские и судьбоносные. Обычные черты – это переработанные старые черты персонажей. Ветеранские черты доступны с пятого по десятый уровень. И они будут зависеть от принципа лидера и его ветеранского класса. Например, геокартограф – это ветеранская черта ученого, которая дает плюс 0,25 добычи минералов, когда ученый помогает в исследованиях. Судьбоносная же черта может быть только одна, и иногда ее можно получить с помощью события. Эта черта отражает суть лидера и должна по идее дать синергию с предыдущими чертами, поэтому она доступна на восьмом уровне. Например, проявитель может получить черту ксеномедиатор, которая повышает производство благ и счастья на 1% за каждый вид на планете, а также плюс 20% роста населения от миграции. Однако и тут есть исключение – у персонажей гештальт сознания никакой судьбы и особой миссии нет и быть не может, поэтому они будут довольствоваться только обычными и прокачанными ветеранскими чертами. И кстати о ветеранах. Помимо черт, персонажи на четвертом уровне смогут получить один из трех представленных ветеранских классов, которых в игре будет всего 12. Например, ученый сможет стать ветераном-исследователем космоса, ветераном-аналитиком или ветераном научных исследований. Например, лидер-аналитик будет получать ветеранские черты, помогающие в поддержке планетарных исследований. Таким образом, ветеранский класс должен дать еще больше синергии персонажа с его чертами, программами империи, гражданскими моделями и так далее. В общем, лидеров нам прокачали аж до уровня Crusader Kings 3, но именно поэтому, чтобы сохранить баланс в игре, нанимать лидеров станет намного сложнее. Как и в случае с вместимостью флота, лидеры будут становиться все дороже при повышении лимита найма, так что теперь мы не сможем отправить 20 научных кораблей для исследования галактики в самом начале игры. Особое внимание разработчики уделили классу губернатора. Теперь управленцы будут двигаться вверх по карьерной лестнице, а не сидеть всю жизнь в одном секторе. Так, лидер сначала сможет стать губернатором планеты, затем губернатором сектора, советником и, наконец, правителем. И тут нужно отметить, что черты и ранг чиновника будут работать в границах его полномочий. У вас может быть мега-раскачанный лидер, но если он является губернатором планеты, то эффект от его черт будет оказывать только на его планету. Впрочем, разработчики сделали одно исключение. Черты губернаторов секторов почему-то не распространяются на весь сектор, а только на столичную планету, где они сидят. Почему? Да, видимо, потому что будет слишком жирно удваивать бонусы от губернатора планеты, главы сектора, ну и прочих перков. Но и это еще не все, ибо космос настолько безграничен, что в разных уголках нашей галактики могут найтись настоящие герои. Это легендарные персонажи, которые смогут поступить на вашу службу и стать губернаторами, учеными, адмиралами и генералами. Всего их должно быть четыре, но в стиме нам пока показали только одного персонажа. Однако, прежде чем он позволит нанять себя, вы должны будете выполнить несколько его заданий. Например, на этой картинке нам показали астро-создателя Азаруна, который ранее дал нам задание, а мы его выполнили, показав ему свой потенциал к обучению. Теперь он вместе со своим кораблем присоединяется к нашей империи. Персонаж поистину легендарный, ибо на его содержание уйдет целых 14 единиц единства. Зато у него есть прокачанная черта аж до третьего уровня, где изображена какая-то капуста. Видимо, это самый мощный фермер галактики. Ну что ж, такие ребята нам нужны. Еще один показанный персонаж это пират Лизатор Сунг. Судя по картинкам, этот парень как-то должен выпрыгнуть к нам из Эльврат на своем линкоре. Мы должны будем решить события, и тогда мы узнаем, что он пират, а кораблю нужен ремонт. Также он расскажет нам о пиратстве, своей жизни и предложит нам свои услуги в качестве адмирала. И тут я обращаю ваше внимание на то, что это не легендарный персонаж, а известный персонаж. У него всего три черты первого уровня при содержании 8 единиц единства. Также у него есть одна отрицательная черта. Таким образом, помимо легенд будет еще целый класс известных персонажей, коих будет намного больше, и которых мы сможем нанять, выполнив ряд событий или исследуя аномалии. Так что сильного перекоса в один раскачанный класс персонажей или сильного их недостатка не будет. Подводя итог, я хочу сказать, что разработчики в этом году решили превзойти себя и кардинально изменить Стелларис. Точнее сказать, улучшить его и сделать все наши мечты былью. Мне лично кажется, что такие изменения были навеяны мощными переменами в игре Crusader Kings 3, которая после дополнения путешествий и турниры превратится из стратегии в настоящее РПГ. Хотя в средневековье это и было одним сплошным РПГ. В общем, мощные перемены в третьих крестоносцах отразились и на Стелларис. И я только рад этому, поскольку система персонажей в игре очень сильно хромала. И все империи превращались в бездушные, лишенные известных имен бюрократические механизмы по завоеванию галактики. Теперь Стелларис наступит век героев, а мы сможем привести наших Гераклов и Ахиллесов к вселенской славе. А на сегодня это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, что думаете о новом дополнении Стелларис Galactic Paragons. С вами был Невгардец, до встречи на просторах космоса.